Лепшега у своей профессии выбрали лесники центрального региона. Ем стал Миколай Скулавец, леснича Вилейского лесгаса. Такий конкурс у Минской области проводится что год, и все лето за звание Лепшега смагалися больше за 30 человек. Звилейкий репортаж Александра Харауца. Каждым годом будет увеличиваться, и через определенное время будет настоящее насаждение. Миколай Скулавец студенья бежалясные угодзе. Профессию обрав ясче 30 годов тому. За этот час посадил амаль миллион древ. До звыклого процессу подыходить творча. Вот и зараз у Лезгасе опробовывают черговый эксперимент. На высечках, делянках покидают некольки дорослых древ. Для обновления лесу натуральным чином. Прошло отличное естественное возобновление. Густота порядка 10-11 тысяч. То есть превышают все нормативы. Практически без затрат. Минимально только провели содействие естественному возобновлению. Нарезали плужные борозды. И насаждение естественным путем создано. 15,6 гектара. Это получен очень ощутимый экономический эффект. Значный экономичный эффект у господарца отримливают и от реализации дравнины. Основную частку экспортуют, а так само поставляют на меблевые фабрики уже внутри краины. Прибыток приносят на водгалинки. С их робят дранку, якой отяпляют частку города. Что месяц у лесницы нарихтовывают около тысячи кубометров дравнины. Основным механизованным способом при допомозе харвестеров, специальных машин. Однако на невеликих делянках и рубках догляду лесорубы выкористовывают обычные бензопилы. Так, при допомозе вот такой прилады, вопытный вальщик за день нарихтовые колядь двух причепов дравнины. Белийские лесы – одно из самых любимых мест от починка уже хоров в области. Летом их наведывают свыше 100 тысяч человек. За безопасность отказывают лесники. Становная статистика – наибольшая оценка их работы. За четыре прошлые годы у лесгасе не зафиксировано ни водного узгорания. При этом подрихтованность до мягчимого надзвучайного сдарения – наибольшая. Платевается емкость, бензиновый двигатель запускается, и поступает вода и воздух, захватывается и начинаем обрабатывать кромку пожара. Естественно, меньше физических усилий надо, а эффект получается получше. Козули, кабаны, волки и наватрыси – фауна да и флора вилейских лесов богатая и выдатно представлена в музее. Его творением на протягу пяти годов займався и Миколай Скуловец. Сегодня в экспозиции больше за сотню экспонатов. Она ведает его как мясцовые жахары, так и гости с далекого замежа. С Австралии, помню, была женщина, приехала, и она посмотрела. И что меня удивило, она принесла с собой сменную обувь, тапочки. Сразу одела эти тапочки и пошла смотреть в музей. Все лето Миколай Скуловец стал лепшим лесничим у Минской области. На пытание як становится лепшим по профессии, отказывай просто. Прежде всего, любого к лесу, это с детства. Александр Хоровец, Анатолий Долотовский, агентство Тереновин.